Итак, всех приветствую. Прежде чем мы отправимся выполнять со мной сюжетное задание, я хотел налутать сердце высшего едохлёста. И, соответственно, отправился в локацию вот эту, вот, где он обитает. К сожалению, там высшего едохлёста я не нашёл, там обычный едохлёст, но я нашёл кое-что другое, поэтому я решил загрузиться и показать это. Драться мы с ним, наверное, не будем, только если там не повезёт и не зареспаунится высший едохлёст, но давайте действовать по ситуации, потому что его сердце нам всё-таки нужно для улучшения брони, но я покажу, что я нашёл. Так, вот мы пришли на эту полянку. Вот он едохлёстик, там высший, не высший? Нет, обычный. Так, и наша задача не связываться с этим товарищем и... Откуда здесь снаряжение Озерам? И аккуратно прокраситься в лагерь Озерам. Давайте посмотрим, что это мы такое нашли. Я думаю, это в носителях данных нужно смотреть. Пылающая берега... Так, так, так... Где же этот горшочек? Будь начеку. Маленький обрывок потрёпанного пергамента с одной строчкой из глифов. Будь начеку, Рокома, передай дальше. Не уверен, что это именно та записка, которую мы подобрали. Может, в коллекционных предметах? Ах, да, вот он. Личная вещь, на которой нацарапаны примерные указания пути. Внутри лежит записка. Надпись. И поднимись на его вершину, где ты найдёшь... Некролог написан неразборчивым почерком. Может, Эдмир и покинул нас, но его наследие и вкуснющая мясная похлёбка не будут забыты. Всю свою жизнь он кормил других. Увы, последний голодный род, который ему встретился, принадлежал машине. Будучи предводителями нашей скромной команды, мы, братья-жестянщики, принимаем на себя почётное бремя нести его доли указаний. В память о великом поваре мы оставляем здесь его драгоценный горшок. Но, очевидно, если мы найдём все эти горшки, то получим, наверное, какой-то уникальный рецепт. Не знаю, вот честно, предположений примерно ноль. Окей. Тогда мы можем уходить отсюда. Больше нас здесь ничего не интересует. Можно даже с... Интересно, кстати, а вот куда вот эта штука ведёт? Можно даже телепортнуться через лежак этот. Так, а это... Мне просто что-нибудь интересно, куда вот это ведёт. Оно вот... Где? Это вот оно, да? Ммм, это водопад. Я думал, это туннель, потому что там-то вон туннель находится, а водопад... Вот он. Да, действительно. Окей. Давайте тогда пойдём на пляж, где нас уже вовсю ждут. Ага. Слушайте, а мы можем полететь на этот пляж? Потому что нам ничего не мешает так сделать. Вот и всё. Он там что-то попукал в нашу сторону, но... Это всё, что он смог сделать. Даже не попал ни разу в змею-ка. Всего тысячу метров лететь. Копьероги у нас тут вводятся. Кто ещё? Ну да, по чуть-чуть летим. Разведаем. Сильно каких-то... Интересных мест и не наблюдаю, походу. Даже вопросиками там особо ничего не отмечено. А появилось ли у нас, кстати, в заданиях что-нибудь про эти горшочки? Ммм... Так, модули наблюдения. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ммм... К огромному сожалению, как будто бы ничего подобного у нас нету. Да... Понятненько. Даже горшочки отдельно как-то нам не выделили. Это ещё что такое? А, лагерь собирать или? Ничего себе. Брошенный лагерь. Может, эти озерамы с той же командой собирателей? Но их растерзали машины. Да, интересно, интересно. Давайте смотрим, всё тут. Есть ли горшочки? Просто обвесы всякие. Ого! Что это? Так. Нестандартный контракт на поиск трофеев. Написанный неразборчивым почерком и покрытый чернильными пятнами. После смерти кап охраны мы пересматриваем условия и трофеи каравана. Первое. Братья-жестянщики отказываются от своей доли, потому что... Потому что... Учезар до того, как умер, умер капитан. За это всё, а остальные соглашаются остаться на пылающих берегах. Видимо, от слова beer. Пиво. И помочь братьям найти. Это там. Указания, где он похоронен, распределяются между членами команды Кро-жестянщиков. Потом внезапно, после двух идёт либо 3б, либо 36. Каждый член команды хранит свой секрет указаний. Четвёртое. Весь учезар, который найдём, между подписывающими. Половина заберёт жестянщики. Ящики поведут команду. Ну и дальше их имена, фамилии. Очень тяжело читать такую... Такие записки. Если честно. Да, видимо, всё. Это что такое? Дохлый пекаре. Ну, как будто бы тут ничего больше интересного для нас нету. По крайней мере, горшочек, на который я рассчитывал, точно не здесь. Так, ладно, где моя шайтан-машина? Улетела куда-то, да. Птички, 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 разлетайтесь. Птички, разлетайтесь. Ммм, погодите. А почему он обозначен лагерь собирателей всё-таки? То есть, я понимаю обычный лагерь, но зачем ему прям отдельный значок? Типа, чему это место уникально? Может, я просто реально что-то пропустил? Куда маркер меня ведёт? А, типа, я пришёл, и это всё? Ну, короче... Короче, хрен его знает, если честно. Почему так? Так что летим, любуемся. И мы почти на месте. Я слишком приблизилась к башне. Лучше свернуть. Надеюсь, не собьют. Вторая башня, кстати, да. А то я чё-то на секунду задумался. Думаю, в смысле, какая башня? Мы же её уничтожили. А она тут и не одна. Точно, точно. Состава фанатиков тут. Есть мятежники, есть фанатики. Ну ладно, десять минут потупили. Надо заняться делом. Неужто всё это может просто... Сгинуть? Да, прости, что... Огорошила тебя всем этим. Ты хоть была честна. А вот я вела себя не очень честно. Помнишь картины в старом здании Лондра? Я узнала стиль. Их рисовала сестра. Она... Одна из них. Из его... Поклонников. Я хотела скрыть это от тебя. Или же от себя. Не знаю. Всё так. Я потеряла её. И кажется, племя своё тоже. И тут я узнаю, что грядёт конец света. Что мне теперь делать? Сэйка. В чём смысл? Сэйка, я понимаю, почему ты не хотела мне говорить. Я не в обиде. Но твоя сестра... Твоя сестра... Твой народ... Они часть тебя. Этого не изменить. Ты должна бороться. Должна спасти их от Лондры, а может быть от самих себя. Ты сможешь. Ты сможешь всё, потому что это... Ты... И ты не одинока в этом деле. Помни. Я тебе помогу. Обещаю. Идёт? Идёт. Нам... Нам нужно пробраться на полуостров. Вплавь не сможем из-за течения. Да. А если по небу или на ялике, башня нас подстрелит. Знаешь что? Есть одна летучая машина, которая умеет нырять. Водокрыл. Ты же говорила, что башни их сбивают только так. Да. Но если будем управлять, может, проскочим? Станем уклоняться от выстрелов, ныряя в воду. Твоё копьё укротит его? Нет. Ну, пока нет. А ты не знаешь, здесь остались водокрылые? После того, как мы разбили башню, их вроде видели, спрошу в поселении. Как выйдешь на след, зови. А я поработаю над методом украшения. Честно говоря, на эту поездочку я не тороплюсь. Так. 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 Нужно изменить блокиратор для светокрыла, чтобы он работал и на водокрылов. Хм. У этих машин много общего в коде. Возможно, получится создать на терминале фабрикатора новую прошивку. Но понадобятся данные из дозировщика балласка и неповреждённые мембраны крыла. Займусь. А мы с Геей пока подготовим всё необходимое. Будь осторожна. Сейка упомянула, что водокрылые водились у конца флота. Башня, которую мы разрушили, их сбивала, так что под водой можно найти детали. Морозильные снаряды тут не помогут. Так, дозировщик балласта и мембрана крыла нам нужны. Угу, относительно недалеко. Ну ладно. Ой, вот это я что-то не предусмотрел. Спасибо, вот это ты очень добр. Охренеть, да ладно. Вот это да. Ладно, окей. Такого, конечно, я не ожидал. Очень смертоносная шайтан-машина. Я слишком приблизилась к башне. Лучше свернуть. Все. Мы в безопасности. Такого, конечно. Мало летают там тоже Наши клиенты Чё бы их просто не позбивать Ну ладно Сделаем так как говорят Тем более уже почти долетели Может ещё рыбок даже половим Дальше место чтобы поискать детали Здесь много щелкозубов О Нам сюда Да уж башня зенита здорово его отделала Взять нечего Так наш клиент И у него судя по всему Есть то что нам нужно Не попадаемся Так там ещё водокрыл один лежит А это разве не тот же самый Ой Тихо 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 Так всё они меня потеряли надеюсь Где-то 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 Ага вон вижу Да Раз водокрыл Два водокрыл Чуть-чуть мимо пролетел Нам надо подождать Пока этот товарищ Нас из виду потеряет Вот всё Он уже забыл про нас Даже отвернулся У этого спеклись все компоненты Надо искать дальше Какой-то кристалл Резкий запах Но Торговцев я думаю Это не смутит Как ты почувствовала Запах под водой Ну видимо так же Как она его собрала Через стену Так давайте в кусты Маленький ящик Затонувшая баллиста Хераси Но я сомневаюсь Что она под водой Может достаточно быстро Стрельнуть Для того чтобы Поразить щелкозубов Этих Мне кажется Она там Какой-то крайне простой Скриптовый характер Носит Чтобы там В какую-нибудь стену Выстрелить Да и всё Давайте Может до баллиста Сплаваем Посмотрим Что это такое Раз одна стрела То Какой смысл Ну то есть Всё-таки Они конкретно Для этого Сделаны Понятно Подплываете В морду Стрельну Классы Промазал Продолжение следует Ну давай Улепётывай От седа Опа Ещё раз попробуем Ух ты Получилось Пошёл на дно Щелкозубик Так а это Наконец-то Да Мембрана Тут Целая Мембрана Крыла У меня Есть всё Что нужно Быть Теперь Отделаюсь От щелкозубов Мембрана Мембрана Бета Бета Детали У меня Отправляю Тебе Данные Получила И Готово Высылаю Обновлённую Прошивку Установишь Её на блокиратор И он будет Действовать На водокрылов Тоже Спасибо Бета Не за что Желаю Удачи Чтобы сменить Прошивку Нужен верстак Благо Верстачок У нас тут Рядом Есть Ага Нам в него Даже любезно Тыкают Меткой Чтобы мы Прямо До него Добежали На тебе Лежит Цвет На себе Верстак Надо Установить Новую Прошивку Я заодно И этот Улучшу Готово Раз На случай Зара Один Хер Много Все Сейка Ты нашла Нам Водокрыло Я видела Стаю В южной части Острова К югу От конца Флота Направляюсь Туда Если хочешь Набрать Припасов Самое Время Как вернешься Сразу Выдвигаемся Ладно Увидимся Там Набрать Припасов Опять Мы сможем Нагнать Лондру Выясним Что он Делает С другими Квен И остановим Его Пока он Не запустил Свою Родину Опаньки Новое задание У нас Нарисовалось Кто бы мог Подумать Давайте Второстепеночку Лучше сделаем Это поинтереснее Будет О там С кем то еще Поговорить Можно Это оно Нет Не оно А вы кто Дальнейшие указания Получишь Как вернемся В Дельту Ты Лоя Рокома Я Вижу Ты на свободе Значит Тебя не наказали За то Что произошло С Энке В Великой Дельте Я предстану Перед судом Адмирал Обещал Заступиться За меня Но скорее всего Меня ждет Тюрьма Ничего Это лучше Чем умирать В одиночестве Плюс Будет шанс Помочь Нашему делу Видных членов Оппозиции Держат в тюрьме Не хотят Делать из них Мучеников Бывший адмирал Дочь Блестителя Даже Придворный Вельможа Мы уже давно Пытаемся Подослать к ним Своего человека И с новыми Союзниками Имея на руках Визора И знания Наследия Может Мы наведем Шороху в Империи Получается У вас впереди Долгий путь Желаю удачи Спасибо, Элой Благодаря тебе Я наконец Сделаю Что-то хорошее Ради Энки И ради Квен Не удивлюсь Если это задел На третью часть Храйзена Вот где мы будем Играть за Черного персонажа Учитывая Сколько тут Надеюсь Теоя и Рокмо Смогут чего-то добиться Время покажет Учитывая Сколько Во вторую часть Всякого повесточного Кала Напихали Не удивлюсь Что я запросто мог Угадать Все это дело Так Как-то пройти Пойди Угадай Куда нам А Вот он Давай Свой квест Сюда Можно Пожалуйста Помоги мне Я Не знаю Помнишь ли ты меня Зал Вознесения Да У тебя были сомнения Насчет Уолтера Да И с тех пор Стало только хуже После того Как ты ушла Воцарился Полный хаос Большинство Наших решили Погрузиться на лодке И плыть сюда Но потом Пришел Пирик И еще один Громила Уолтера Он и его бойцы Стали всех задерживать Они схватили Лана Увели его А я не мог помешать Прошу Вызвали его Адмиралу Сейчас попросту Некого Отправить на поиски Насколько я помню Лан говорил о Лондре С большим восторгом Лан настрадался В экспедиции Он чуть Не утонул При шторме А когда мы разбились Тяжело заболел Он пролежал Несколько недель Дышал И то с трудом Мне кажется Он увидел В Уолтере Все то Что искал Поддержку Утешение Спасение Сплошной обман Было похоже На правду Поначалу Что именно Произошло После моего ухода В лагере Начался разброд Ты убила Зетта Единственного С кем общался Уолтер И когда Брэнник Передал нам Его слова Что Уолтеру Мы не нужны Мы растерялись Некоторые Пошли К лодкам Посчитав Что нам Остается Только плыть Обратно Тут Нагрянул Пирик С подручными И стал Всех задерживать Не успел Я опомниться Как Лана Схватили Я жалею Что бросил его Но люди Перика Были в ярости В бешенстве Ты поступил Правильно Раненый Ты бы никак Не помог Лану Я не знаю Возможно Где ты Расстался С Ланом На берегу К югу От бункера Я ушел На последней лодке Бойцы Перика Бросились На перерез Мы еле Спаслись Страшно Подумать Что стало С Ланом Пожалуйста Найди его Я постараюсь По его следам Ну пойдемте По его следам Похожа Часть Квана С бункера Лондра Вернулась Хорошо Что они Пришли В чувства Верит Правильно Так 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 О Туда Благо Я могу Телепортнуться Я Я Докеряла Музыка Утки Квэн, здесь Отосу последний раз видел Лана. Похоже, не все сумели спастись. Надо взглянуть на тело поближе. Отосу сказал, некто Пирик с подручными увёл с собой остальных Квэн. Этот, видимо, сопротивлялся. Надо узнать, куда они пошли. С помощью визора. Самодельный алтарь. Святилище в честь Лондры. Видимо, так люди Пирика выражают свою преданность. Пирик приказал эвакуироваться в лагерь. И оставил указания для отставших. На запад, сквозь зубы моря. И мимо места, где огромный железный змей рассекает волны. Проще будет поискать с неба. Квэн грузили припасы. Когда явился Пирик, они, наверное, запаниковали. Понятненько. Так, ну туда нам только на птички лететь. Ну, надеюсь, нам не в центр шторма. Ну, хотя не, он далеко. От того места, куда нам надо. Тут торчат из воды руины. Может, это и есть те самые зубы моря? Теперь надо найти огромного железного змея. Где-то к югу отсюда. Ну, благо, маркер нам все подсказывает. Я вообще сначала подумал, что речь про какую-то старую машину. Это что-то мигает такое. А, американские горки, змея, типа, я понял. То есть, не древний робот какой-то. Найдите лагерь Пирика. Сейчас найдем. Нет, это вроде не вон. А это? Покружим тут, посмотрим. Руины. Наверняка это лагерь Пирика. Надо найти Лана. Полагаю, теплого приема ждать не стоит. Надо быть начеку. Так, надо подумать. О, ничего себе, кто у них тут есть. У них там призрак. Это точно люди ломеры. Угу, вот это интересно, конечно. Давай-ка мы с тобой здесь остановимся. Хм-хм-хм-хм. Разорвите дистанцию и атакуйте. Нарвался. Да, штука, конечно, полезная. Ничего не скажешь. Бей ее! Надеюсь, тебе больно. Вот оно, нашел. Ничего ты как умеешь. Готово. Так. Где там машина? Будем ее искать. Выследим ее. О, вон их двое. Ты пожалеешь об этом. Все, минуснул еще двоих. Че вам там зависло? Ха-ха. Забудьте, что вы что-то видели. Забудьте, что вы что-то видели. Вы опустили. Освобожу их, и бой пройдет на равных. А, но нам надо их там, почикают всех как нифиг делать. Ага. Их тут вон еще стоят. Осталось двое солдатов. Да. Я знаю, они где-то там. Идет-идет, зараза. Поджигать ее нет смысла. Так, нашел у своего убитого товарища. Я что-то слышу. Тихо. Офигеть. Ой-ой. Успел, ладно. Красавчик. Упала. Не той стрелой. Ух ты. Вот и все. Так, в раскопки чуть попозже полезем, освободим пацанов сначала. Спасибо вам. Спасибо. Бой прекратился. Боительница. Подойди сюда. Я не понимаю. Спасибо, чужезенка. Как нам говорили. Это ведь ты расправилась с Зетом? А теперь что, пришла за пириком? Если так, я охотно помогу. Потому что он убил моего друга. Кого именно? Уж не Лана ли? Нет. Артора. Он не хотел сдаваться без боя, и этот изувер убил его у всех на глазах. Мы все думали, что станем частью прекрасного нового мира. Она говорила, что бой пройдет на равных, а тут эти еле шевелятся, ползут. Вообще не знаю, на что они там рассчитывали, на какой бой на равных. Смешные такие, конечно, вообще не могу. Показалось, что тут что-то еще есть, но нет. Ладно, идем. Узнаем, что там. Ты знаешь, где они держат пленников? Рабочие бараки не отличить от тюрьмы. Наверное, там. Проберемся. Попробую их вызволить. Вот, очевидно, будет путь назад. А, нет. Наверное, вот этот справа будет путь назад. Крутит. Заходи. Спасибо. Что они хотят с нами сделать? Они сидят в заложниках с оружием? Серьезно? Друзья, это ваш шанс. Помогите отбиться. Спасибо. С меня причитается. Мы еще поборемся. Давай им покажем. Да. Поквитайся. Не знаю, что я здесь. Так, сражаются, только трусы. Да, ними. Опа. Их же оружие против них. Да дайте мне хоть кого-нибудь завалить. Вы сами виноваты. Попал. Тупо на шар вслепую. Да откуда? Ты враг? Чего еще? Немножко подошло подкрепление. Где? Ох ты, ептай. Домой. Бунда. Бунда. Офигеть, попал в полете. Надо раздобыть боеприпасы. Я могу расстреливать прямо отсюда. На подходе еще солдаты. Предателем. Прикрываем. Откуда, откуда, откуда? Да где они? Смелее, будь вы проклятые! Достаю самое страшное оружие. Блин. Так. Боль уходит. Так, перерывно почитать Фу, печатное дерьмо Отлично Пошла к лотку с хот-догами у магазина имплантов И, типа, фу Че? Хот-догами? Ага, говорила, там натуральное мясо А это оказалось печатное дерьмо Мне так хреново было Ты в порядке? Уже да, но когда потом я пошла в... Чего? А, Бэйр и Тел Примерить новые облики Оно, типа, стало проситься наружу Ну, ты понимаешь Ох ты ж, и что ты сделала? Побежала со всех ног К счастью, у ВР-магазина нашелся сортир Но, скажем так, мне жаль их роботоуборщика Потому что данные повреждены Ясно О, они умерли Они умеют подбирать оружие Нихера себе Разберемся Так, ладушки, ладушки О Блок доступа Может, с ним мы пройдем к перику Вошли Вошли Видимо, сбежал, забрав остатки пленных Трус Мы его нашли Идем Идем Твое бесконечное Восстановимся Восстановимся сейчас Восстановимся Восстановимся Так, мне нужен другой навык Так, мне нужен другой навык Так, 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 так Так Продолжение следует... 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 Прикольно. Да, вот появился у нас этот супер-мега-выстрел. Продолжение следует... Они жаждут твоей крови. Ясно. Буду смотреть по сторонам. Как там Лан и Атосу? У тебя нет доказательств. Может, Уолтер вернется за нами? Если бы он хотел, давно уже так и сделал бы. Я отойду на минутку. Ладно? Ты был со мной не совсем честен. Знаю. Я боялся, если скажу, что Лан пошел добровольно, ты не станешь помогать. Намерения у тебя добрые. Но это обман. Действия в духе Лондры. Прости. Как мне загладить вину? Позаботься о Лане. И о других, если нужно. Думаю, не только он цепляется за лживые обещания Лондры. Да, ты права. Есть тут такие упрямцы. Когда наши товарищи, те, кого мы променяли на Уолтера, поняли, что ушли мы по своей воле... В общем, встретили нас прохладно. Нужно заново навести мосты. Помиритесь с ними. Это непросто. Вдвоем будет легче. Как думаешь, он придет в себя? Да. Просто ему нужна забота. И искренняя забота. Ты его убедишь. Я в тебя верю. Так, новая краска. Пышные водоросли. Супер. Получили еще кучу очков навыков. Я не знаю, что я хочу. Все, что я хотел, давно взял. Невидимость мне это не понравилась, про которую мне в комментариях постоянно твердили, что пользуйся, пользуйся. Как вполне. Херь полная. Так. Число усиленных выстрелов 5. Урон в дальнем бою плюс 200. Ну, пусть она будет. Надеюсь, они помирятся. Хоть это будет и непросто. Так. Чушь. Я вижу, ты сегодня в хорошем настроении. Визу. Все в порядке. Пойдем тогда с Сейк и поговорим. Да чушь какая-то. Я моряк, а не ферми. За это мне эти первые видны. Угу. 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 Ладно, полетим туда. Выбора нет. Только странно, что мы... Странно, что мы просто в другом месте встречаемся внезапно. Лови рыбку и поехали. Надо было, конечно, подготовиться. Опять же, те же припасы всякие. Пособирать там все, позаварить. Ну, да ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. У костер-то где? Типа где-то под нами. Ну, ладно. Так, Сейка должна быть где-то неподалеку. Сейлой, я тут. Водокрылый внизу, на берегу. Выбирай любого. Если ты сможешь его укротить, налетались. Проверим, чего стоит наш план. Окей, маленький перерывчик пока. Итак, погнали ловить этих товарищей. Зона обитания ездовых водокрылов. Важное уточнение. До этого были не ездовые. Так, этот наш клиент, судя по всему. Ну, ладно. ну что полетели на этой штуке в парк лондры да но сперва мне помогли это смастерить поможет не захлебнуться как же ты ничего справлюсь ладно было не было то есть дышать под водой она все-таки сможет в отличие от нас держись я буду нырять когда башня стреляет лишь бы сработало ух ты я правду могу дышать под водой ого все равно когда я вылетел эту нахватал пачку будь здоров да нужно до победного под водой сидеть санами снаряд не тормози мы почти дотянули давай выныривай спасибо на пойдем дела дела ты как а то у тебя нет маски я волновалась за тебя спасибо я в порядке ну мы на месте найдем лондру и сорвем его план осторожно там стражи ты сегодня видела уолтера нет как пришла последняя группа он не выходил из вулкана значит нам надо искать какой-то вулкан может там мы найдем и кину что у нас тут вообще по парк пангея дальше у нас там будет сохраняшка так ты тут не один вас тут аж двое вроде этих много времени не уйдет я готова к вознесению нет это уже надоело ходить в сторожах вентиляционные панели так ну вот отвернись надо я готов убивать за уолтера так а это а и а а а а Хотелось по стелсу, но что-то пошло не так, как всегда. Атака рапторов, часть вторая. Развод. Так, привет, Ларри. Я не имею права это разглашать, но я никогда не забуду, как ты меня тогда выручил с бухгалтерией. Знаешь, я видел много всяких разводов и даже сам через один прошел. Волтер и Эвелин, они играют ту сцену из засады Пангеи, где рапторы жрали молодняк друг друга. Парк — это их поле боя. Что можно понять, ведь и тот, и другая считают его своим детищем. К тому времени, как они закончат за него драться, в финансовом плане от него мало что останется. Мой тебе совет. Сливай свою долю, пока акции не рухнули. И скажи своим, чтобы начинали искать работу. Сокращать будут всех от шишек из головного офиса до последней горничной. Замечательно, да? Боги дрыхнут, а смертные идут за пособием. Но самое поганое, что все это случилось из-за паранойи Лондры. Подсылать к ней своего дружка Джека, серьезно, высокого, смуглого и симпатичного. И чем, по мнению, это должно... И чем, по его мнению, это должно было закончиться? Береги себя, сай. А, там... Лучше туда не проваливаться. Фух, выбрался. Угу, вот видно эту штучку тут. Угу. Че? Через портал? Ой, как туда попасть? Ну, точно не сюда. Ммм, вижу. Или не вижу. Стопе, 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 стопе. А, вон, все. Ты еще раз. Угу. А-а-а-а. О, я вообще забыл про эту штуку. Угу. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Давай, давай. Есть охота. Может хапнуть пару лишних пайков. И не мечтай. Все заперли на замок. А ключ есть только у Федора. Федора я знаю. Он и в прежние-то времена был скотиной. Но его ключ пригодился, да. Я помню... Я помню, как наблюдал за Эмили на этой сцене. Даже дурацкий сценарий. Кровь и пепел не умоляли ее красоты. Я ловил лукавые взгляды в свою сторону. И думал, что смотрит она только на меня. Как я ошибался. Угу. Вот немаленький парк аттракционов, скажу я вам. Весьма-весьма немаленький. Опа, а это что такое? Ты думаешь, что мы же о чем-то? Застанем их врасплох. Не знаю, почему. Над этим динозавром маркер висит. Но сейчас вот эта вот подруга сюда вернется. А потом с тем товарищем разберемся. Это мы слушали уже. Но очень надеюсь, что с первого раза Крит залетит. Ну, валяем им! Как будем действовать? Нормально, она там сразу вылетает. Так. Говорит, враги слишком близко. Во. С первого раза. Это большой зверь. Кажется, это динозавр. Я слышала о них от Искателя. Но что он здесь делает? Сейчас узнаем. Думаю, здесь снимали голофильм. Столько вещей ради какой-то выдумки. Хм. А ключ от склада с пайками мы, я так понимаю, выискивать не будем. Что тут было раньше? По-моему, здесь создавали голограммы, которые смотрели для развлечения. Но они само это место использовали в развлекательных целях. Как... Все у них было сложно. Хм. Сколько символов. Тот напоминает вулкан. Да. Значит, он на северо-востоке. Так забавно, что часть звуков, которые здесь... слышно, они транслируются не ко мне в наушники, а в динамик джойстика. Ну, типа там, сверчков всяких, там еще что-то. Федор, внутри? Да. Он хочет лично обеспечить безопасность купола до часа икс. Видимо, Федор в здании с куполом. Давно мы камешки не кидали. Для легенд это было священное место. Види, мне любопытно, как он у тебя подход. О, он сагрился. И вот сейчас он, когда пойдет назад, мы попытаемся его цепануть. Так, спокойно. Горизонт чист. Волтер построил все это. И не только. Поразительно. Ну ладно, его отсюда можно шлепнуть. Говорят, к нам идет дикарка. Хорошо. Мне охота подраться. Какое мне дело, что там тебе охота. Крепись. До вознесения уже недолго. О, у вас тут аж трое. Но сейчас он встанет. Остальные разбредутся. Кто куда. Но сагрятся, если здесь увидят его тело. Для легенд это священное место. Все, отдыхаем. Еще одна часть папа. Вот это удар! Может, Федор с ключом где-то здесь стоит? Давай, завершим бой вместе! Тихо, тихо, тихо. Реклорма была безвкусная. А еда и того хуже. Но когда выходил новый фильм про Ангию, доходы взлетали до небес. Люди съедят что угодно, если кормить их с красивой ложечки. Да, мерчандайз действительно делает очень большие деньги. Я буквально на днях смотрел передачу про... Где рассказывали про то, как запускалась рекламная кампания фильма «Бэтмен». И что чуть ли не самую огромную прибыль для фильма сделал именно мерч, который распродавался благодаря рекламе, трейлерам и вот это вот все. Отлично. Еще что-то послушать. А, это мы слушали. А, нет, это что-то текстовое. Так, генеральный план Данешина, Даниша по организации межпространственного 30-го дня рождения. Прийти в парк за 5 часов до открытия. Я не жалею. Терпеть плохой вид на церемонию открытия портала. А, я не желаю терпеть плохой вид на церемонию открытия портала. Оттуда прямиком к статуе Джейн на площади порталов. Спасибо вип-карте Пангея. В конце концов у меня день рождения, так что я имею право выиграть Динофакты первым. Пойти на экскурсию через портал. Надо же отдать должное голофильмам, с которым... С которых все началось. Лондро Продакшнс здорово рисковали, объединяя живых актеров с голографическими динозаврами. Это была настоящая революция. Если бы не она, разве у нас была бы арена с Лазертак с Рапторами? Вот именно. Мое почтение. Обожраться. Птера Фри в Ридже Веджес. Уровень специй метеоритный. Заскочить в арсенал за аптечкой Красного Раптора. Потому что у меня день рождения, и я ее хочу. Закончить день рождения в первом ряду шоу «Пангейские Помпеи». Орать во всю глотку, когда на сцене появится Джейн. А потом реветь, когда она откажется возвращаться домой и побежит в взрывающийся вулкан. Чтобы победить мамашу Рекс, спасти Тревора и сказать свои культовые слова. Как я могла не вернуться, когда я с тобой? Я на своем месте. С тобой я дома. Это будет лучший день рождения в моей жизни. Обожаю тебя, Пангея. Нормально, чувак, в 30 лет вообще. Как супергик отмечать день рождения. Это что, динозавр в шляпе? Думаю, такая схожесть с людьми повышала продажи. Интересная стратегия. Так, посещение динофактов. Викторина динофакта дана нам свыше, чтобы увеличить продажи фигурок и превратить нашу жизнь в ад. Базовый принцип. Детям нужны игрушки, чтобы узнать, а две данные повреждены. Вокруг статуи Джейн и так толпы. Чтобы справиться с ними, нам понадобится ваша помощь. Да, это будет жестко, но данные повреждены. В общем, нет игрушек, нет статуи. Понятно. Там что-то есть под этим вопросиком в этой локации? Ну вот что, вопрос, конечно, хороший. Я что-то пока не вижу, как туда забраться. Сюда можно сходить. В центре что-нибудь посмотреть. Ладно, давайте все-таки действительно оставим все это безобразие на следующую серию. Тут прям целенаправленно так хорошо погуляем, а на этом мы закончим. Так что благодарю за просмотр. Всем пока.